Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Станкостроительного завода Очень больная проблема Очень большое предприятие Которое в свое время Являлось таким Городообразующим Для приокского поселка Для целого жилого микрорайона Которое сейчас Влачит жалкое существование Можете чуть подробнее На эту тему Есть ли у нас Жан к тому Что в Рязани Возродится станкостроение И возродится станкозавод Ну Станкозавод всегда был Флагманом Пламышленности Рязанской области и вообще российской промышленности, и, конечно же, то его состояние, то положение вещей, которое в настоящий момент на нем происходит, не может не устраивать ни губернатора, ни правительства. Поэтому, конечно же, от губернатора Олега Ивановича стоит очень жесткая задача заняться его возрождением. В настоящий момент мы для себя четко понимаем то, что еще существует на заводе, то производство, которое существует на заводе. И самое главное, мы полностью проинвентаризировали уже в рамках министерства и понимаем те кадры и тот потенциал, технический, научный потенциал, который у нас от станкостроения в Рязанской области остался. Я вас хочу уверить, что это достаточно большие силы еще на данный момент. Это ряд предприятий, которые некоторые из них уже выросли до ста человек. И можно сказать, что потенциал в настоящий момент в Рязанской области станкостроения есть и существует. В настоящий момент ставится задача губернаторам, чтобы все это собрать воедино, чтобы мы были готовы к тому, чтобы станкостроение в Рязанской области возрождалось. Ну, в Рязани славилось не только станкостроение. В Рязани вообще был промышленный город. И Центролит, и Рязцветмед, и завод ЗИЛ, предприятий можно перечислять очень-очень много. И, к сожалению, большинство из них сейчас, что называется, в полной мере не работает. Это, что называется, вашему министерству есть куда приложить руки, прикладываете ли и получается ли? Вот здесь, как мы уже проговорили, станкозавод. Как один из вариантов сейчас рассматривается, это приобретение в государственную собственность ряда площадей станкостроительного завода. Такие переговоры на настоящий момент ведутся. Если мы говорим о ЗИЛе, то здесь тоже основная цель, которая ставилась губернатором, правительству и министерству, в частности. Конечно, идеальный был вариант сохранить кузнечно-прессовое производство на территории Рязанской области. Но, к сожалению, кузнечное производство в России сейчас переживает не самые лучшие времена. Конечно, велись переговоры и даже запускали проект в плане того, чтобы крупные предприятия, которые еще сохранились в России, создав некий холдинг на базе Рязани, пытались возродить предприятия. Но, действительно, всеобщая конъюнктура и российской, и мировой экономики не совсем позволила это делать. Здесь можно было сказать, что прошли все максимальные шаги для этого. Но, к сожалению, сегодня ситуация такая. Но в то же время у нас есть компания, которая уже хорошо зарекомендовала себя на территории Рязанской области, которая очень эффективно работает. Это корпорация «Техно», которая приобрела в настоящий момент площадку ЗИЛа для своих производств. Там будет открыто порядка 4-5 в рамках компании «Техно» различных производств. Они несколько обособлены от себя, то есть это разные направления. Порядка 2 миллиардов инвестиций планируется в кратчайшие сроки, год-два в эту площадку от «Техно». То есть это серьезный скачок и вот именно развитие площадки бывшего завода ЗИЛ. А есть ли какие-то перспективы, скажем так, у промышленности в Рязанской области? Не в городе, а вот в районах? Хотелось бы остановиться на ряде, конечно же, крупных промышленных традиционных городов Рязанской области. У нас достаточно перспективное производство сейчас в САСово. Это САСТО. В настоящий момент САСТО, как самостоятельное предприятие, достаточно активно существует и развивается. Второе по объему производства сейчас в России станков второе предприятие. И первое по объему производства станков с ЧПУ. Помимо этого, в настоящий момент рассматривается проект организации еще совместного предприятия вместе с «Станкопром», которое в рамках концерна «Ростехнологии» работает, рассматривается как строительство нового предприятия, так и вариант размещения на пустующих площадях САСТО. То есть это некий такой уже станкостроительный кластер, который именно в САСТО существует. И его же в планах встраивать в то предприятие, которое планируется к организации в городе Рязани на площадях станкозавода. То есть у нас САСовская промышленность, можно констатировать, достаточно активно и нормально существует. Что касаемо города Скопина, СААС работает достаточно эффективно. Автоагрегатный завод. Да, это автоагрегатный завод, достаточно эффективно. В настоящий момент там идет реконструкция, предприятие ужимает свое оборудование именно для того, чтобы наиболее эффективно существовать и действовать. А на свободных площадях есть идея создания некого, так сказать, кластера машиностроителю для того, чтобы привлечь туда каких-то партнеров, привлечь туда какие-то предприятия, которые хотели бы по соседству с САЗом находиться. Это позволит и между собой поделить какие-то издержки, и в то же время обмениваться продукцией в какой-то степени, друг для друга выполнять какие-то моменты. И здесь же в настоящий момент ведут переговоры о создании СП, СААЗа с рядом западных компаний-партнеров. Еще хотелось бы отметить площадку в поселке Лесной Шиловского района, это «Эластик». «Эластик» переживал трудные времена. Нельзя сказать, что он полностью вышел из кризиса, этот завод. Но в настоящий момент он полностью загружен объемами. Да, остались старые долги, с которыми мы думаем в настоящий момент, каким путем нам из этого выходить. В настоящее время продукция предприятия востребована. Предприятие близко к тому, чтобы работать в ноль и даже с некоторой прибылью. Но, конечно же, самое важное здесь решение – это решение по старым долгам, чтобы предприятие смогло полностью выйти из кризиса и уже начать свою жизнь с чистого листа. И вокруг этого предприятия уже создалось ряд коммерческих структур другой направленности, то есть не оборонной промышленности, которые рядом существуют, работают уже по 200 человек два предприятия, достаточно эффективно и краски, смеси делает одно предприятие, второе – канцелярскую продукцию. Поэтому промышленность Шиловского района тоже достаточно эффективно развивается. Благодарю вас, Михаил Владимирович. Михаил Пронин – министр промышленности, инновационных и информационных технологий. В программе подробности мы обсудили как инновационную часть названия министерства, так и промышленную. До встречи в эфире. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова